Ом Ти Ви Юэй про Головне. Абсолютное большинство американцев считают Россию врагом и согласятся увеличить радиус действия американских ракет. В Москве на парковке жилого комплекса подорван автомобиль Toyota Land Cruiser. По данным СМИ, повреждено также пять автомобилей. Взрывной волной выбиты окна на первом и четвертом этажах в жилой многоэтажке на улице Синявинской. Взрывное устройство, установленное заранее, сработало, когда Торгашов сел в машину. Так называемые Z-военкоры взбунтовались и предлагают отправлять на фронт депутатов и их сыновей. Волну недовольства вызвало предложение Госдумы наказывать российских военнослужащих за использование мобильных телефонов на фронте. Нововведение не только возмутило Z-сообщество, но и внесло расклад и без того непростые отношения так называемых военкоров с Министерством обороны России. До 10 суток ареста за ношение смартфона. Согласно поправкам к законопроекту, российских военных хотят наказывать за использование гаджетов в зоне боевых действий. Причем отправлять их на гауптвахту смогут непосредственно командиры частей. Без суда. Такое нововведение Госдумы разозлило Z-сообщество. Российские военкоры и паблики восприняли новость с жесткой критикой, не стесняясь в выражениях. Тот, кто придумал закон о запрете гаджетов у военных, имбецил не бывавший на фронте. Вредители, у нас на этих гаджетах вся армия держится, но откуда это понимать и знать кабинетным крысам? Z-сообщество подозревает, что эта инициатива Госдумы вызвана попыткой российских властей еще больше ограничить поток неудобной для командования информации с фронта. Решить вопрос со связью с БК и с транспортом? Не, ни хуй, а мы запретим телефоны. Нет потока правдивой информации, значит нет проблем. Озвучивая иной раз данные о потерях, неудачах и проблемах на фронте, противоречащие официальным сводкам российского Минобороны, Z-Вайнкоры вызывают недовольство у ведомства, которое стремится контролировать информационное пространство. Им достаточно много позволяют, даже иногда довольно неожиданные вещи, но, естественно, в целом они продолжают держаться в таких вот общих рамках, где нужно хвалить того, кого нужно, и можно ругать того, кого можно. Российская цензура не работает в открытую. Есть, конечно, Роскомнадзор, над которым все смеются, но мы прекрасно помним вот эту ситуацию, когда, собственно, официальные СМИ, многие российские управлялись из Кремля с помощью собраний главредов. Ну, естественно, делалось это все без всяких специальных комитетов. Об информационной политике Министерства обороны России ранее писал российский военный блогер Юрий Котинок, фактически обвинив ведомство в дезинформации. Похоже, что опять некие идиоты по дурости или злонамеренно лепят виртуальные успехи над Черным морем. Задача какова? Убоюкать общественное мнение и дезинформировать граждан РФ? Понятно, если так. Только кто им ставит такие задачи? Ведь ошибаться можно, врать нельзя. Или системно врать можно. Нужно воевать, не придумывая победы, не высасывая успехи из пальца. Но этим Минобороны России не ограничивается и планирует создать институт военных корреспондентов. О решении сообщил Z-Voenkor Александр Сладков. Это такая дополнительная мера. В основном, скорее, бюрократическая, чем реальная. Потому что военкоры и так довольно неплохо сейчас контролируются Кремлем. То есть там нет, конечно, прямого управления для большинства из них. И они в целом пишут, о чем хотят, но, естественно, по определенному направлению и с определенными границами, которые им доводят как раз разными путями. Еще в самом начале полномасштабного вторжения, в 2022 году, они писали вообще как хотели. Начали заходить не туда, по мнению Кремля. Их тогда всех быстренько перекупили, поугрожали там некоторым. И с тех пор они особо не рыпаются. Наладить контакт с Z-Voenkor'ами и военными блогерами показательно пытается новоназначенный министр обороны России Андрей Белоусов. Уже состоялось две встречи. Однако сами военкоры удивляются, что на повторной встрече с главой оборонного ведомства преобладали не военные журналисты, а представители гражданских СМИ. Ужасно возбуждена и возмущена сейчас Z, так называемая, общественность. Кажется, они как раз возмущены тем, что российские военные лишатся гаджетов, телефонов на фронте. А именно это было одним из способов донесения того, что делают российские командиры. На ваш взгляд, причина возмущения только в этом? Или есть еще какие-то другие подводные камни в этом российском нововведении, которое обсуждает Госдума? Ну, на самом деле, то, что делает Госдума, это очевидно и понятно. Они пытаются заткнуть последние дырки реальной информации о том, что происходит на фронте, какая чудовищная пропасть находится между тем, той ситуацией, о которой рассказывают по телевизору Каженко, и то, что происходит на самом деле. Так вот, собственно, они боятся тех людей, которые пишут. Тех там Z, этих блогеров, так называемых, которые называются военкорами. Но, на самом деле, к военкорам никакого отношения не имеют. Это просто такие пропагандисты из филиала Тригожинской помойки, что называется. Но, тем не менее, даже у них, в общем-то, возникает когнитивный диссонанс, когда они видят, что реально происходит на фронте, и о чем говорит там тот же Канашенко или сообщает официальные СМИ в России. Поэтому понятно, что, когда закончится эта война, я думаю, что и у многих людей в России встанут волосы дыбом от того, что натворили там, от того, что творят российские войска в Украине, до какого днища опустили армию. И, собственно, вот чтобы эта информация уже не происходила, не выходила наружу, прямо, что называется, в онлайн-режиме, поэтому, собственно, они пытаются там сейчас установить такую цензуру и запретить вообще рассказывать о том, что происходит в окопах. А там мы видим прямо, что там постоянно что-то доносится оттуда. То там рассказывают про подвалы и про раненых, которых там не выпускают на лечение, а держат в каких-то там зинданах и отправляют потом в качестве там мясного фарша туда на передовую. О том, что офицеры не ходят в атаку вместе с подчиненными, отправляют своих людей, а сами, собственно, отсиживаются где-то в штабах. О том, на чем воюет сегодня российская армия, на мопедах, велосипедах, на китайских скутерах, на буханках там едут в атаку, потому что нет техники никакой, что там вообще, в принципе, очевидно, что эту войну уже нужно заканчивать, что она уже истощила эту армию там до последнего предела. Но война сегодня нужна тому человеку, и пока она этому человеку нужна, он ее будет длить и продолжать. А вот то, что доносится сегодня с фронта, вот эти все дурные вести, и в том числе уже даже через эти сет-каналы, этих сет-военкоров так называемых, это совершенно портит картинку официальную. Они не могут уже противостоять вот этому. Поэтому там министерство вороны пытается с ними там заигрывать, договариваться как-то там, понимая, что, ребята, давайте мы вам будем там вот как там уже какому-нибудь кодцу там платить какие-то деньги, а вы будете говорить только то, что нам приятно слышать. Но в любом случае, да, у тех людей, которые находятся в окопах, у них все равно возникает диссонанс интенсивный, и они, в принципе, все равно... Зеленский под одобрительные аплодисменты сотрудников американского фонда Рейгана говорит про тысячу километров. Тысячу километров вглубь территории нашей страны. То есть под ударами американских ракет окажутся города-миллионники, объекты стратегических ядерных силы ПВО. Продолжение следует...